привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и эти замечательные пейзажи в игре мид и вал дайности средневековая династия так друзья прошлая серия печально закончилась наша лошадь убили прямо вот здесь на подходе до деревни не дать тенгу ли мы волки и сожрали и мне кажется что наш герой еще и своими стрелами добавил дело ну что же нам пришлось изменить немножечко нашу историю я сейчас бегала по всем нашим делам и не брала с собой нашего артенанта он стоял здесь в целости и сохранности стоит здесь до сих пор итак нам надо сказать гизеле что и с я нам мы договорились здравствуйте гизела хорошая новость и ян и смотритель не будут защищать у негоста они будут защищать вас и вашу семью если будет необходимо это облегчение и я рада что мое мнение а я не оказалось верным я свидетель но из любопытства как вы узнали что я была рядом когда умер ваш дядя теперь вам не обязаны сказать это очевидно так я не могу назвать вам его имя но я могу вам сказать что у него действительно было подозрение что убийцы были именно вы не очень сильная но все же так ну или есть сдать самбора самбор пришел на место преступления немного позже вас но все же успел увидеть как вы возвращаетесь на самом деле он пусту подумал что вы и могли быть убийцей вот я даже не знаю как я сейчас ответить сказать что это самбор давай скажем что самбор какая чушь я бы никогда не направила свою стрелу ближнего передать ему это передам а вообще сделаю это прямо сейчас он должен знать правду нам надо идти к самбуру так друзья мои единственное что я не сделала это я не купила лошадь потому что я так пыталась побыстрее все дайте и опять да у нас вечер сейчас нам еще к самбору надо пилить хотелось бы все это доделать давайте посмотрим сможем ли мы отсюда добраться до самбура где мы вообще вот очень непросто я предлагаю действительно сначала поехать отсюда вот в рульницу а потом вот так вот напрямую но по крайней мере насколько я помню тут вроде не должно быть никаких диких зверей хотя я сильно сомневаюсь что мы успеем с того лучше вот ну а не купила я нового коника по одной простой причине или давай уже будет так пойдем нам предлагают потому что я подумала что куда она как бы хорошо для начала наверное надо закончить вот это вот наше задание вот и посмотреть а вдруг нам понадобится деньги давай колик напрямую у нас уже съели с тобой волки тасси сохранку не сделала опять могут съесть волки быстро коник устают надо будет не прокачать ему возможность дольше оставаться без усталости ну и опять же будем знать что волки оказываются вот так вот могут нас догнать и съесть ложь приятная новость зато теперь мы знаем так давай 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 скакали побыстрее может быть мы даже он уже наша деревня может быть мы даже успеем сегодняшний день провернуть как надо так вот только по деревне коник давай-ка как-нибудь краем проедем а то я знаю ты можешь снести там все и всех просто вот такой вот таким бегом он бежит также как и наш главный герой такой же скоростью вот ну а конечно быстро бег естественно не сравнится давай давай осталось меньше километра но это напрямую вообще как-то странно говоря самбур у нас так близко вы давай попробуем здесь напрямки я не помню что здесь были волки ну по крайней мере здесь есть всяческие зубры такая вот зараза не застревают деревьях я думаю что мы успеем успеем за сегодня с самбуром еще поговорить не знаю будет ли он доволен тем что мы его засветили его имя с другой стороны он не говорил если он сказал никому не говорите так волк 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 слезай лук где он был он еще один он никому его жрать они хотят скорее 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 щас время уйдет так купила мама коника а коник без ноги это вовсе не веселая сказочка это на самом деле было очень печально печальнее было то что у меня сохранка далеко так все больше нету зверей злых а кого ты самбур набор здравствуйте гизла этого не делала как я и ожидал если честно правда она не видела самого убийства однако она готова засвидетельствовать что ее не гост рылся вещах после убийства моего дяди хорошо я имею ввиду не достал недостаточных хорошо чтобы повесить его но он покойник если это распространится по деревне если конечно вахтер не прикроет его спину дозорные на моей стороне или по крайней мере остая останется нейтральным тем не менее июня гост опасен если довести его до предела он способен на все вы должны быть очень осторожны добиваясь сейчас справедливости ну и какие у тебя есть предложения парочка легче всего было бы бросить ему вызов и сразиться с ним убить его или заковать в кандалы не имеет значения а затем привести вашего свидетеля ярдана любили и уважали июня госта нет вы можете ожидать что ликующая толпа сделает вас новым староста деревни искалечить или даже убить старика ну уже самбор вы же знаете что я этого не хочу да и это делает вас хорошим человеком трудно ненавидеть даже мне другие варианты противостоять ему напугать его до чертиков заставить его покинуть долину или шантажировать его думаю я смогу это сделать он старик ему пришлось оставить все ради чего он работал воровал и присваивал уверен что это достаточное наказание вернее ему придется это решение и справедливость истинного лидера когда вы это сделаете я полностью поддержу вас секундочку лидер и все это было о том чтобы я стал новым староста деревни я не хочу не хочу ягова староста у меня своя деревня и именно потому вы лучший человек для этого посмотрите правде в глаза вы уже много лет посещаете все деревни поселения вы знаете людей вас заслужили их доверие а еще вот наследник ердана конечно они выдвинут ваше имя вперед но не важно чего хотят люди все решит король ну или по крайней мере от его имени управляющий или барон правда но ваш дядя был популярен среди горожан и его имя имела ним немалый вес даже при дворе для короля здесь не найти ничего лучше вас для сбора налогов и хранителя мира по крайней мере это даст мне повод по прежнему вас недолюбливать или притворяться что я вам не нравлюсь сварливый человек а разве вам не нужно а свернуть свергнуть старосту деревне ну да да может быть может быть спасибо самбур за все у нас очень темно у нас ночь бур пошел что нам скажет наше задание давайте-ка залезем и посмотрим во первых сколько у нас время но у нас еще есть немножко времени так история юни госта что нам предлагают поговорить с уни гостом такое ощущение что я подошел к концу своего пути но это не так впереди меня ждет еще несколько хороших лет в течение которых я смогу поддерживать свою семью помогать своим односельчанам и наконец обрести покой но перед этим нам всем нужно избавиться от юни госта дело не вместе возможно даже и не справедливости дело в том что будет лучше для нас всех и не гост так или иначе должен исчезнуть староста деревни я иду за тобой подождите что секундочку что значит конец моего пути всего лишь 29 лет молодой лоб нас еще детей растите а он такой же все а пора на пенсию я это на кресло качалочку и в пледик вполне вероятно что как бы сюжетная линия на этом закончится но на всякий случай друзья я так думаю что прежде чем говорить с юни гостом нам надо сделать жирненькую охранку кстати смотрите тут еще у нас уже тележка с кожи было больше ничего нету каменный нож то есть опять появились тележки мех больше ничего нету так и здесь здесь у нас тоже были всякие зверушки собственно говоря дайте саму надо доесть мясо иначе она все равно испортится сейчас у меня в кармане о самбор надо было тебе продать елки не нужно и где он где он где он не должен был уйти далеко самбор стой здесь его домик уже наверняка домой пошел как думал бегом уже дома блин запыхались он уже спит черт черт он у нас ничего не купит пропадет наше мясо но с другой стороны наше мясо мы можем можем у него что низко переть наше мясо мы можем доесть если не доесть он на откусывать на свежие она конечно подпортится но его можно будет мужичка поджарить и тогда она будет нормально но осторожненько осторожненько тут у нас тоже были волки или от эти самые волки которых мы постреляли нам надо дождаться двенадцати ночи игра нас отправить домой но пока ночь я может быть еще бы посмотрела бы самое место падения не не веткам дорожник тележки конечно туда успеем так вот где-то тут это было и я-то думала что именно здесь и произошло это ше не то подожди а где здесь же было или починили забор и не может того быть быть того не может точно или это не это место те я вообще терпеть не могу ходить в темноте может быть это и не то место странно а то вон смотрите там еще дальше забор да нет здесь было место крушения все забор и целая мистика было здесь место крушения но забора целую вот 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 сюда вот вот туда под деревом и хорошо помню где это было я уже тяну время потому что понятно что мы ничего не найдем ничего не добьемся весна у нас заканчивается ну в принципе это было довольно таки плодотворно скажем так жалко конечно что лошадь я не купила и сейчас туда я уже как говорится успею добежать или успею до канадской границы сколько у нас время двадцать два тридцать пять это заманчиво но наверное нет что я могу сделать это сейчас добежать наверное до тростника потому что у нас сейчас будет смена времена времен года и кстати 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 где наш топорик горит говорю нам надо будет чинить все что у нас там попортится с начала года вы сами понимаете для этого что нужно всякие палки ветки солома лену смутал берем бревенки унок я так может и хватит так и давай-ка соломки отстелим себе соломки где-то она тут была как вы сами сказали увлекательное занятие собирание тростника 11 лет игровых провели мы в этих местах наш парень прибыл сюда 18-летним юнцом закончился факел так игра но уже давай портой меня потому что не надоело собирать тростник людям надоело на это смотреть портанет инвентарь давай простой факел оборуду так ну вот достаточно впечатление ах луна какая впечатление что у нас уже светает хотя возможно просто чистое небо и так лето красное божишь мой потолок подросший сын семья кровать идея ци нуля ты по-прежнему не хочешь говорить с папой настроение 60 привет папа о тебе надо с чем-то помочь мистер могу я вас о чем-то спросить что тебе надо дитя папу мы не признаем просто его уже не узнаю ну удивительно я хотел поиграть как будто я взрослым у меня нет нужных штук для этого а родители мне не хотят их давать тоже такое то что же себе нужно дитя я подумал возможно вы сможете мне помочь я не смогу вам ничего дать но попрошу друзей заболвить о вас доброе словцо так я принесу тебе с чего ты хочешь но ты мне пообещаешь что не станешь сделать глупости что он просит интересно прям как папа и грозд что тебе надо как папа я надеюсь ты не попросил какой-нибудь арбалет дневник каменный нож у меня есть как раз один лишний здравствуйте вы вернулись да но помните что эти вспомнишь что я тебя сказал ну-ка обещай мне чтобы уж осторожно мы никого не по чекаешь этим ножом да да обещаю можно я уже пойду играть да да идея напомни и береги себя и помни о том что ты говорил о своих друзьях отца династии повысил наш сынуля точно мажором растет сейчас пойдет этим ножичком тыкать так ну нам надо с вами прежде всего посмотреть управление и посмотрите в каком состоянии у нас дома и так хранилище поврежденные питания и ресурсом ремонтный молоток ремонтный молоток сюда доски нужны так а вот бревна у нас есть байка возьмем доску продукты питания так что у нас еще не отремонтирована окей смотрим дальше в чем у нас там проблема управление так с хранилищами все нормально ремесло работника нет ну оно и понятно животноводство так курятник коровник нету работников а гусят не повреждена наши гусики у них прохудилась крыша кричат протекает гонялась до водичка капает оперативная россии мир противный и чтоб построить нам камину так а что такое ты не достаешь уже слушай точно стареем так а ну-ка давай-ка глянем у нас тут никого не прибавилось гуси и овцы так он наша лошадка вы касается ее сюда тоже протонули как ты меня напугал и рассинант мой у нас есть ягоды кстати пришла пора делать вино пора вина пора заработков правда у нас маленькие кусты ну да ладно о друзья посмотрите как выросли наши сливы да подожди не собирает и дай мне посмотреть это слива да я ее соберу блин подожди яблоки как-то летние все у нас сорта то яблоки вишня кайф у нас выросли сады то есть мы сейчас собираем по одной сливе не а ну-ка покажи камни что этом собрал я успел перехватить они 24 сливы мы собираем с дерева туши это жареное мясо мне придется наверно кому-нибудь скормить если я вообще съем я отравлюсь если я при этом закушаю счастливыми эффект будет потрясающий итак мы ремонтировали значит все эти скотные дворы наши руки их мы отремонтировали лошадь жива просят ожила сейчас посмотрим по моему у нас никто не приплодился давайте дальше смотреть что у нас там также вот на остров все поправили посевы сарай повредился ну и рабоцкая хижина нету работника так что у нас с людьми родился у нас кто или нет видно сразу по домам вот этот вот а здесь двое значит никто не родился и в принципе вот и пока что все нормально так пошли делать сарай так ну вот все в порядке все работает и кстати у меня там из декрета никто не вышел надо тоже за этим следить народ нет 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 россибор это все детки похоже что нет да 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 вот пока у нас вот этих вот четверо детей то есть этих долго ждать два года вот пока этим не исполнится по два года две матери у нас никуда не уйдут то есть это еще ждать надо насколько я поняла так а взрослые дети у нас уже таким зелененьким обозначается так было бы и кстати неплохо если бы здесь а нужно было смотреть по скажем так мужчины женщины или семьи то есть можно было было какая мисс градация или там по возрасту потому что вот так когда у тебя много народа искать конечно довольно сложно так что у нас зверьми у у нас семь гусей у бабуси семь веселых гусев а гусенок один гусы не гусы не гусы не гусак так свиньи у нас две и не плодятся не хотят они плодиться никак так барана тоже почему-то не плодятся может быть надо еще одну овцу скучно на парочку то непонятно так что мы хотим сделать мы хотим пойти проверить во первых все наши запасы припасы как у нас тут дела обстоят выложить кстати всякие вот эти сливы я даже не знаю для чего надеюсь их так просто не съедят твоя буду же ягоды мясо и жареное мясо и кофе лука нету пока что нам нужно лук и из этого жареного мяса которое такое подпорченное мы можем сделать вполне себе нормальную нормальное блюдо ну скажем так нормальное скрести в пальчики капуста тоже 62 капуста елки пропадает 13 яблок всего а кто съел все яблоки как так 13 яблок они что съели у то есть если слив у нас много то яблок мало ну а вишен так себе и груш 23 то как то у нас яблони плохо плохо так ладно давайте знаете что сделаем я пойду попробую соберу он же уже вырос или как должен был созреть вот они наши овощные поля лук созрел мы его соберем ровно столько чтобы что-то приготовить хотя ладно давай поможем нашим соберем что можем собрать можем унести они потому что это делают долго медленно морковку можно подергать к не перегрузились более то дальнее поле они действительно это делают медленно вот перегрузились так ну что а светлу нет маг тоже нет и овес еще растет ладно теперь нам нужны миски и на самом деле как сказать мне вот они детишки летом они без всяких шапочек ходят но по крайней мере уже не басы что меня несказанно радует так вот мне несказанно не радует то что я подозреваю сильно что как только мы пойдем к уни госту это закончится наше прохождение интересно как будет дальше в любом случае я сделаю наверное сохраночку перед этим и мы с вами если что то не будем ходить к юни госту но опять же к нему так или иначе придется идти когда мы будем делать задание по налогам поэтому все очень и очень непросто так ну что горемычные так и сидите давай посмотрим чем у нас тут девки занимаются девки пляшут пляшут на котлах ну да ладно пишите так нам нужно нас из подливы почему три что чего нас устанавливает а тарелки тарелок взяли но надеюсь мы за расходом это мясо то которое было испорчено и так теперь давай делать суп то мы можем сделать с капустой давай еще делать с капустой да наши жители ведут себя немного немножечко чуть-чуть странно но я чашек мало взяла с собой ну да ладно там больше ничего сделать с ним до свидания да и чтобы делать теперь все эти плодово выгодные вина надо тоже покупать рецепты и вот тут ты перезадумываешься что покупать вторую лошадь или кучу всяких разных рецептов посмотрим так ну что выгружай погружая всякие суп и так нет смотри у нас осталось хорошее мясо лук вот это плохое мясо ну да ладно уже и так капусту мы продадим я так думаю так кроме всего прочего надо посмотреть что мы еще можем продать чего у нас много зерна 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 льняное семя пока что пускай будет овес у нас только-только это наверно только на пассивную я надеюсь что его хватит хотя не так адрес у нас уже посеян пшеница рожься нормально поэтому в принципе я могу здесь наверное немножко тоже на продаже зелен пшенички и еще смотрите и будут обмолачивать поэтому хватит вот и пробежимся сюда посмотрим сделали наши что-нибудь не сделали же ведра они делают можно забрать одну лопату на продажу опять же молоток железные кирки они неплохо довольно быстро делают так можно взять каменную мотыгу и немножечко каменных топоров вот отлично теперь здесь ничего 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 здесь тоже особо ничего продавать но надо держать руку на пульсе и смотреть по поводу корм кормов и главное удобрение у нас стали лететь довольно быстро шерсть накапливается можно и оставить с тем что набрали идти продавать понятно что у нас нету сейчас вина хотя а вина и на можем наделать свина давай-ка бутылки то тут у нас собрались я так надеюсь да сколько вот этого мы рисом соли шка много ухты он набрали одна а вот чашки выкладывай чашку бревно выкладывай доску выкладывай ветку нужно выложить солому вот и полегчало и никакие вина не надо выбрасывать камень чем-то таскаем а кожа мех отлично все а теперь попробуем посмотри посмотрим что у нас там с ягодами ой сколько их мало как-то наш сборщик сборщик наш не расторов и что же придется расторопиться самим благо тут ягодные кусты по-моему здесь совсем поблизости были только я помню или не помню же они нет 1 я помню что было в ту сторону там же где и кабаны кстати вернулись олени а вот вот они ягоды отлично конечно будет дольше чем просто взять готовенько из наших закромов пока готовенького нет или это только началось это жидкие кусты так вот вернулись олени они тут были на не тут были весной бегали опять по улицам толпами но сейчас я их как-то не вижу я их специально тут не стреляла чтобы не не истреблять наши охотники не ходили далеко на них охотиться сейчас как-то не видно давай давай нам нужно вино нам нужно вино нам нужно вино нам нужно много денег может быть нас нам удастся у него 100 подкупить напоить за публика запугать а как мы его можем запугать я честно говоря он должно это да а так чтоб он нас прям так испугался с королем у нас кстати хорошие отношения мы ему столько помогали всякими этими его охотами свадьбами одни эти булки сколько стоили когда мы купили для него так все убежали пить хочется да быстренько сделать вино и ехать к 100 не нравится как сделаны со стола и так давай делаем сок в больших количествах 8 штук 40 ягод уходят 1 делаем вино таких же огромных количествах 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 13 12 14 правда кабаны могут быть поэтому давай-ка объедем таки по дорожке ибо ну его нафиг это уже съели в твоей прошлой жизни альтернативно так сказать на рассе на пушка я рада на самом деле тому что мы выбрали это место в котором нету то есть все вот эти вот пробежки между деревьями ближайшими особенно в гастовию здесь нету волков это мне неслыханно радует ну что ж гастовия минута истины так прежде всего нам надо поторговать правда же а потому что надо распространить винов среди народа как они будут добрее так стой 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 показывай свои товары женщина так для начала давай-ка я тебя всякие лопаты отдам лотки железные кирки огромное количество каменных топоров пик ну и пожалуй все так здесь ничего для тебя нету а вот здесь забери ка у меня эту тухлую капусту ягоды эти я пока что не отдам а больше осталось еще четыре бутылки и семена так на семена будем отдавать а вот втюхивать вино это конечно то еще занятие мы можем только 7 итак у нас 11 тысяч или тысяча нет у нас 11 тысяч 46 наконец-то первый раз за всю историю мы почти что богаты так семена морковки лука это мне надо кстати оставить а вот пшеница сколько могу я тебе продам вот до свидания до свидания новый уровень дипломатии ах вот она что как интересно это очень и очень кстати а ну-ка давайте ко мне новый уровень дипломатии тоже два очка почему-то странно ну ладно и так вот это что у нас хороший хозяин медленнее снижение настроения у нас уже есть одну очку так при торгах у нас самое лучшее а вот это флирт мы женаты нам не надо флиртовать а это что такое дипломат получаете больше ну у нас и так очень достаточно нас очков династии выявление личности не игровых персонажей в процессе разговора давайте возьмем даже интересно что-то что-то интересное так шансов избежать потери королевской репутации после провала королевских мы их всех исполняем так ниже спрос на продукты питания и древесины а это ниже налоги но я так думаю что с налогами мы сейчас разберемся а это на 5 больше начального одобрения а ну-ка давай-ка мы себе начальное одобрение а начальное одобрение это когда мы нанимаем человека на работу пофиг не интересно ниже спрос на продукты питания и древесину я даже не знаю давайте я вот лучше вот сюда вот повыше уровень вот так охота у нас как было так и осталось я что не повысила странно ах ну да я же перри переигрывала я переигрывала и не повысила ну вот тоже у негост мы к тебе идем знаете что друзья давайте оставим у негоста наверно на сладкое во первых мне надо сделать хорошенькую жирненькую сохраночку ну и оставить как говорится решение вопроса на следующую серию возможно она будет последняя а возможно со следующей серии и начнется наша истинная история как она будет на самом деле мы с вами увидим узнаем а всем кто посмотрел эту серию я скажу огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока 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 пока